Шалом из Киева. И мы продолжаем изучать Тору Мишли Ричи Царя Солмона. И сегодня мы начинаем 20 главу. 20 глава. И, значит, Алина Дерри Инглэш. Она нас слушает уже в Инстаграме. Значит, из-за того, что нас слушает большинство людей в записи, я сразу буду начинать урок, потому что они же, знаете, человек в записи слушает. А тут здрасте, со всеми мы пока в прямом эфире пообщаемся. И тот, кто в записи слушает урок, он подумает, а не буду слушать. Поэтому мы сейчас лучше сразу начнем урок, а в конце пообщаемся. Вот так вот. Хорошо, друзья. Значит, вот у нас даже из Финляндии есть, из Херсона. Участники. Всем шалом. Итак, 21 глава. 21 глава начинается с отрывка, которая очень актуальна. Вообще вся Тора актуальна, а Мишли притчи, они вообще самые актуальные. Почему? Вот давайте сейчас посмотрим. Значит, 21 глава начинается с первого отрывка. Палгей Маем Лев Мелых. Беят Ашем. Алькола Шарьях Потс Ятену. Значит, переводится это так. Первый отрывок 21 главы переводится так. Палгей Маем это потоки вод. Потоки вод. Сердце царя в руках Бога. Алькола Шарьях Потс Ятену. Все, куда Бог захочет, Он его повернет. Вот мы учили, прям несколько раз уже в Мишли, касались вопроса о свободе выбора. Насколько у человека есть свобода выбора, в чем она свобода выбора. Как, если Всевышний управляет миром, а где же тут свобода выбора у человека. И до этого царь Соломон нам говорил несколько раз вот такую идею. Он нам говорил такую идею, что работает система так. Много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. Или другими словами, человек задумывает какие-то вещи. Он эти вещи обдумывает, задумывает, у него много мыслей крутится. Он может принимать какие-то решения, менять решения. Это все свобода выбора. Потом человек решает, решает, принимает какое-то решение. И это решение, он его пытается потом реализовать в своей жизни. Вот он думает, так, значит, идти туда не идти, идти на эту работу не идти, идти на тренировку не идти, ехать в Израиль не ехать. Там миллион разных решений, таких глобальных жизненных решений. Теперь, когда он принимает это решение, идти не идти, ехать не ехать. Идти не идти, ехать не ехать, когда он принимает это решение. Дальше, для реализации этого решения, человек должен уже действовать. Он должен начать действовать в окружающем мире. И тут он сталкивается вдруг, что другие люди вокруг него, они хотят что-то другое. То есть, он попадает в мир многовекторных решений. В мир, когда с неба льется дождь. Когда коронавирусы, вот эти вот маленькие вирусы рыщут везде, там летают. Бегают собаки, летают вертолеты. Ну, в общем, невероятное, невероятное количество факторов начинает влиять на реализацию его решения. Получается, что по-простому, отца Ташем Итакум, то есть, та реальность, которая возникает уже, вот, да, физическая реальность, это уже, это Бог, потому что Бог устанавливает, Он управляет всем. И та реальность, которая движется, которая Бог дает, она же вся движется по законам, которые Бог установил. Вся реальность двигается на энергии, которую Бог дает. То есть, реальность, это уже от Бога. Замыслы, это свобода выбора. Это по-простому так объяснял до этого царь Соломон. Теперь, здесь он говорит нам другую вещь. Он говорит, что сердце царя, царь, который находится на вершине социальной пирамиды, от решений которого зависит судьба тысяч, тысяч людей. Иногда, если это страна, например, как Америка, 300 миллионов человек, да, сейчас, как бы, президент, это вопрос, есть ли у него статус царя или нет, но он находится на некой вершине социальной пирамиды, чье решение, оно может очень сильно повлиять на жизнь других людей. Например, в той же Белоруссии, например, да, то Лукашенко, он находится на вершине социальной пирамиды, и он больше подходит под статус царя, потому что у него неограниченная власть, да, то есть он, ну, есть страны, в которых власть президента или премьер-министра очень сильно ограничена, и он там не похож на царя, то есть он не самый мощный. А вот в некоторых странах президент, ну, правитель, он все-таки больше похож на статус царя. Так вот, говорит нам царь Соломон 21 главе в первом отрывке, что как потоки воды, они все равно люди как управляют водой. Знаете, есть там каналы роют, потом на канал люди ставят эти электростанции, гидроэлектростанции, которые вода эту турбину крутит. То есть потоками воды можно управлять, и Всевышний, он даже в сердце царя, он уже управляет его мышлением, потому что от его решений зависит судьбы сотен тысяч людей. И вот на сегодня, на сегодня получается, вот сейчас ситуация, да, такая, она может идти в любом направлении, может идти в направлении, которое раскачает ситуацию очень сильно, может идти в другом направлении. То есть в итоге сердце царя в руках Всевышнего, и куда Всевышний захочет, туда оно и поворачивается. То есть даже мысли царя, они ими управляют Всевышний. У обычного человека, у человека есть свобода выбора мыслей, а у царя даже свободы выбора мыслей нет, и им управляют Всевышний. Тут очень интересно, мы можем вспомнить, как в Торе рассказывается история про фараона. Про фараона. Помните история про фараона, когда Машер-Абену приходил к порог, к фараону, и Всевышний ожесточал его сердце, то есть он его лишил свободы выбора. И вот, наверное, оттуда идет вот эта идея, что сердце царя, оно в руках Всевышнего, что Бог, он управляет решениями вот тех вот, которые сидят на вершине социальной пирамиды. И отсюда следует очень интересный один вывод, который как раз он очень важен для людей, которые хотят расти, развиваться, подниматься по какой-то лестнице социальной или там в бизнесе, в политике, в общественной деятельности, что каждый пост, который человек занимает, каждое его поднятие по какой-то на следующую ступень, оно меняет его мышление. То есть человеку даются возможности, вот человек сидит и думает, смогу я это сделать или не смогу. Если ты останешься там, где ты есть сегодня, не сможешь. Но если ты перейдешь на какую-то следующую ступень, там людям предлагают занять какой-то пост, лидерство, и многие отказываются, боятся, как было, например, с первым царем народа Израиля Шауль. Когда его пророк Шмуэль, он его назначал на царство, то Шауль, он убегал, он прятался, он говорит, я не готов. Всевышний через пророка Шмуэля говорит, нет, ты готов, ты будешь царем. Бах, сделал его царем. Но он интересно, ведь это правильно, что он прятался. Он-то в итоге оказался не готов. Царь Шауль, он в итоге, он, когда народ ему сказал, что делать, он послушал народ, сделал не то, что ему сказал Бог делать. И тогда Бог послал обратно пророка Шмуэля, сказал, все, недостоин он быть царем. Это, кстати, очень интересная история, надо вот будет выяснить, потому что она идет как бы в некое противоречие с тем, что здесь сказал царь Шломо. То есть история с царем Шаулем, она противоречит тому, что здесь написано. Если сердце царя в руках Всевышнего, и царь Шауль, он не выполнил приказ Всевышнего, почему он тогда не выполнил приказ Всевышнего? Но опять же, я сейчас могу предположить, я этот вопрос задам таким серьезным раввинам, и очень интересный мне ответ. Но мне кажется, что ответом является то, что уже к тому времени был царь Давид. И царь Давид, он был человек, который по своим качествам, он больше подходил народ царя, от которого пойдет Машеах. И Всевышний, до этого момента царь Шауль был максимально эффективный на вот эту вот вершину пирамиды, на пост царя. Но когда появился царь Давид, который еще не был царем, но он был более подходящий на это звание, то есть он был полностью предан Всевышнему, он к тому моменту уже Галиату, представляете, был же момент, когда они оба были в одной и той же ситуации. И царь Шауль, он был царем, он возглавлял войско, вышел Галиат, это были эти самые моавитяне, богатырь, и он ходил и против Бога кричал, возмущался и так далее. И царь Шауль и все войско Израиля стояли и молчали, никто против него не выходил. И тут пришел Давид, он тогда был пастух еще, его послали, чтобы своим братьям, которые были в армии, чтобы он принес еду. И он принес им еду, передачу, да, в армию. И тут он видит, что вот этот Галиат трехметровый, двухметровый ходит, значит, и против Бога, против народа Израиля, возмущается, говорит, кто на меня? У него копье было, вот такое вот копье было по диаметру. И царь Давид, он не был тогда царем, он говорит, как, вот эта обезьяна против Бога? Он кидает свою котомочку эту с едой, хватает этот самый камень такой, и, значит, тах его в лоб этому Галиату и отрезал ему голову. И, может быть, в этот момент на небе Всевышний подумал, что действительно Давид больше годится на роль царя Израиля. И в этот момент, когда в следующей войне царь Шауль не выполнил приказ Бога, это послужило поводом, что Бог послал пророка Шмуэля, сказал, давай, Шауля, снимай царство, а Давида помашь на царство. Получается, что нет никакого противоречия, если моя версия верна. Но здесь нам царь Соломон сообщает, вот что конкретно, как потоки вод направляются туда, куда человек хочет, чтобы они направлялись, так же сердце царя в руках Всевышнего, и куда Всевышний захочет, туда оно и повернется. Дальше, второй отрывок. Второй отрывок, он уже касается обычных людей, нас с вами. И второй отрывок, он звучит так, что значит, у каждого человека внутри идет мыслительная работа, мыслительная работа, мыслительная работа, И потом он делает выбор. И какой бы выбор он ни сделал, каждый путь человека прямо в его глазах. Если уже человек себе выбирает какое-то решение, то он уже тогда это решение начинает себе оправдывать, что он был прав, и он сделал лучший выбор на тот момент, и он не мог по-другому. Даже если потом не получается, то он все равно с себя снимает ответственность и говорит, что вот я решил правильно, но значит не получилось. Это нужно знать о себе. И когда мы знаем это о себе, как бы принимаем, это факт, что каждый путь человека прямо в его глазах, но проверяет сердца Бог. Бог знает все намерения, он знает все внутренние процессы, потому что, знаете как бывает, вот я сейчас приведу пример, вот сидит человек, например, да, и думает, вот я сейчас, например, покушаю. Например, он решил, первое, он решил после 7 вечера не кушать. Я приведу простой пример. Он решил после 7 вечера не кушать. Значит, решил он после 7 вечера не кушать, и он это правильно, он себе говорит, я красавчик, я молодец, то есть правильно после 7 вечера не кушать. Потом в 7 вечера он хочет кушать, он думает, ну я же молодец, я после 7 вечера не кушаю. В 8 вечера он хочет кушать. Он уже начинает сомневаться, что так хорошо после 7 вечера не кушать. Потом в 9 вечера примерно он вдруг вспоминает, что оказывается он читал где-то, что для здоровья это полезно, вредно для здоровья ложиться голодным спать. И он вдруг вспоминает, что да действительно, что же я так себя мучаю-то. И потом он вдруг вспоминает, что это же кушать нельзя после 7, а пить-то можно. И он спокойно себе делает манную кашу жиденькую такую. Потом он делает себе жиденькое пюрешко. И потом добавляет туда несколько тортов, кусочков таких очень мягких, жиденьких почти. Почти это уже как жидкость воспринимается. И он спокойно себе говорит, вот я как бы и не ел даже совсем, а просто заботился о своем здоровье, я можно сказать, выпил 2 куска торта. И он в своих глазах, он остается прям в своих глазах. Это просто, вот мне такой пришел пример почему-то, значит, но Бог, он внутри, он проверяет сердца. Ведь каждая, что такое Бог? Мы когда говорим Бог, Бог где-то там. Бог это как душа человека, которая как свет, она просвещает все его мысли, все его решения, все его ценности. Все-все-все Всевышний знает. Вот такая вот у нас вещь. Поэтому, поэтому вот сейчас тоже вопрос, вопрос, те люди, которые, например, идут на демонстрации, да, например, да, у них, у каждого свои намерения. Я вспоминаю, я видел в фейсбуке, интересно, значит, несколько человек такие, они, вначале они так выжидали, как, куда двигается ситуация. И так они не выходили ни на какие протесты, не высказывались, ничего. А сейчас они такие прям в первых рядах фотографируются так красиво, с флагами, со всеми делами. И Всевышний знает же сердца, то есть он же видит, что это никакая не там свобода, не свобода, просто вот красиво можно сфотографироваться, получить несколько лайков и так далее. Значит, в третий отрывок, давайте сегодня. Третий отрывок. Третий отрывок, он говорит нам так, царь Соломон. Асет зда кау мишпад, не в хар ля ашем мизэвах. Значит, тот, кто делает справедливость и поступает честно, то есть зда ка это милосердие, мишпад это правосудие. Значит, тот, кто поступает милосердно и справедливо и по суду, то есть по правосудию, как правильно поступать, это для Бога важнее, чем тот, кто приносит жертвы. Здесь опять же у каждого человека есть выбор такой. Раньше был храм, надо понимать, что царь Соломон, он построил первый храм. И в то время процесс соединения со Всевышним был намного ближе, чем сегодня. То есть люди жили, у них не было постоянного перед глазами мелькания там соцсетей, компьютеров, не летали самолеты. То есть они все время находились в состоянии такого медитации и внутреннего погружения в свой внутренний мир. И ощущения соединения с природой, со Всевышним очень были, знаете как, вот сейчас человек, он отделен от Всевышнего. Ему кажется, что он все себя обезопасил. Вот он сидит, у него там есть стены какие-то бетонные и так далее. Раньше человек жил все время на краю вот этого вот борьбы со стихией. Тут ливень, у него все течет ему на голову, тут значит дров на зиму нет, тут у него значит холода зимой, а у него кушать нечего. А летом засуха, все, он голодный, больниц нету, никаких социальных служб нету, полиции нету. То есть жуткая была жизнь. И человек постоянно, он был соединен со Всевышним, он все время молился. Господи, спасибо, там вот я нашел, нашел там он грибочек какой-нибудь, вот грибочек я нашел, спасибо тебе. Съел грибочек и ушел в другую реальность, там вообще у него, ну галлюциноденный грибочек какой-нибудь. Дальше у него, например, там какого-то он зайца поймал. Все, это праздник, праздник на месяц, зайца поймали. Значит, и люди были более, более соединены со Всевышним. В общем, жертвоприношение, это было, жертвоприношение, это было как, вот представьте себе ситуацию. Мы вообще, я, например, в жизни не видел, как режет животное, как его убивают. Но я вообще не видел, как кого-нибудь режет и как кого-нибудь убивают, слава Богу. Но раньше человек, он все время находился на грани жизни и смерти, и вот он совершил какой-то грех, например. Он что-то где-то нарушил. Он приходит в храм, вот ведет он эту овцу. Эту овцу при нем режут. Кровь, и он понимает, что это вот, вот сейчас она лишается жизни, но это он мог бы лишиться жизни. И он в этот момент раскаивается, делает шву. Он говорит, что все, я вообще больше так не буду никогда, прости меня, Всевышний. То есть, был целый процесс искупления греха. Так говорит нам царь Соломон, послушайте, то есть, можно искупать грех, но лучше не грешить. Лучше не грешить и действовать по справедливости и по правосудию для Бога важнее, чем ты потом приходишь и приносишь жертвы, там делаешь какие-то дела. Знаете, есть известная история, как один был такой бизнесмен, он всех обманывал, там вообще все грехи делал, которые только можно. Но он давал много цдати, он давал много цдати, то есть, он давал деньги на благотворительность. И это очень сложная ситуация, потому что, например, тот же Пабло Эскобар, он лично убил там несколько тысяч человек, и он построил город для бедных, в которых бедные жили вообще, ни за что не платили. Целые там было 400 домов, он построил, ну целых 400 семей. То есть, и они на него молились. То есть, с одной стороны, он 400 семей спас, с другой стороны, он тысячу человек убил. И вот в этой истории, вот этот бизнесмен, он много грешил, а потом он давал много цдати. И когда он умер, значит, суд, ему говорят, вы знаете, вот по вашим всем данным, вы, значит, идете в ад, да? То есть, вы в рай не проходите по вашим духовным заслугам. Он говорит, секундочку, я же много давал цдати. Ему говорят, ну, деньги мы вам вернем, чтобы все было честно, значит, вы в ад зайдете с большой суммой денег. Это то, что сказал царь Самон, другими словами. То есть, лучше жить правильно, честно, справедливо, чем грешить и потом это все искупать, выкупать и так далее. Все, дорогие друзья, всем прекрасного дня, полного выполнения заповедей, изучения Торы, добрых дел. Сейчас мы находимся в месяц Илуль, когда надо обдумать свои поступки, обдумать свою жизнь, себя, свой путь. Как бы еще раз просмотреть та личность, та история, те цели, те ценности, те убеждения, те правила, по которым вы живете. Я живу. То есть, каждый для себя должен сделать этот выбор, не выбор, а как бы размышление, да? Хотите ли вы прийти на день суда и показать Всевышнему? Смотри, вот я такой, и подумайте, какую, если бы, ну, нельзя так говорить, но если бы вы сидели на той стороне суда, что вот этот человек, он, в принципе, выполняет то, ради чего Всевышний создавал мир. И если мы так посмотрим на себя вот в этом месяце Илуль, пробудимся, пробудимся к служению Всевышнему, то, возможно, дай Бог, чтобы в следующий год был годом вообще здоровья, счастья, благополучия, всего-всего самого хорошего, много ресурсов для улучшения мира. Все, всем удачи, успехов, всем пока, хорошего дня.